I have ways of blowing things off Здарова, ребятушки! С вами Аладушки! Продолжаем кибер-пранк У меня тут... О, чувак, ты решил респауниться? Молодец! После записи в прошлой серии у меня возникли некоторые вопросы То есть капсула разбилась и вокруг нее выстроилась линия защиты в виде вот этих вот роботов и всякого такого И мы как раз подъехали, она говорит, наверное, они ждут подкрепления А потом выясняется, что наша главная цель с другими людьми, они уехали на машине вот этих вот лошпетов Так я такой, а тогда что здесь защищали роботы? Если тут уже не осталось ни VIP-персоны, никого, что здесь защищали роботы? Но! Потом я что-то подумал, что возможно у роботов просто заложенная программа оборонять капсулу И осталось тут VIP-персоны, не осталось VIP-персоны, а они все равно бы обороняли капсулу Ну, в общем, не знаю, немножечко такие у меня просто размышления были по этому поводу Все! Просканить Эти ребята были тут! Да, поехали за ними! Едь! Ладно, ладно! Ехать нужно нам, поэтому... Э, это не могу бы сказать, ладно! Э, сесть на мотоцикл дополнительно? А, ну, блин... А можно без мотоцикла? Можно я на машине поеду? Я просто... У меня природная аллергия на мотоциклы, и я бы не хотел, не? Ясно, ясно... То есть, дополнительно сесть на мотоцикл... А, я могу сюда тачку свою вызвать? Могу! Спасибо! Я, пожалуй, без мотоцикла справлюсь А почему у меня вид не сменился автоматически? Сядь уже! Что, нафиг? Уговаривать тебя уламывать? Поехали, пожалуйста! Пожалуйста! Спасибо! Скорпион говорил, мне будет плохо в городе Да! Он так хорошо тебя знал! Может, даже лучше, чем я сама Он говорил, что когда мне ослочеттеет город Мы находим по термам, набадежам в термосах под лицевисты И поедем, куда глаза глядят Он хотел увидеть подальше на себя О-о-о-о! И я бы так хотел На тачке можно камень разбить, прикольно Почему так всегда? Почему везде страшное дерьмо? Ну, потому что ты вокруг себя генерируешь Это, собственно, субстанцию коричневую И у тебя есть еще кое-какие дела Большой сюрприз Осторожно! За фургоном сидит снайпер! Смите их! Смите их! Смите их! Сейчас всех порвите! Это вам за наших мудачьям! Давай-давай, перебей их всех! Обязательно прямо у меня на линии огня стоять, да? Ладно, я понял Маньяк-убийца снова в теме У него пушка! У него пушка! Так, взять все Зажим взять все не работает Если чё Ну, блин, что ты там стреляешь? Тут огнестрел не котируется Вылез! Брюс вылез! У-у-у! Снайпер, да? О, это, наверное, моя первая снайперская винтовка в этой игре У меня до этого не было ни одной. Я опять шмонаю, ты не против? Так, там вроде как еще кто-то стреляет. Сейчас давайте... Да-да-да, Грена, перезарядка. Ты молодец прям, тактический чувак. Солдаты забрали Хельмана с собой. Если они перегруппируются и вызовут подкрепление, нам пизда... Тогда ускоримся. Я их ножом порежу. Не переживай. Я его еще и прокачать могу, так что все нормально будет. Получим предмет снайпера? Да, я снайперку получил. А, у меня дальше на тачке. Она сюда не подъедет? Ясно, понятно. Это одна из наших, из их машин. Давай подъедем ближе. Тут, наверное, больше можно не искать. Хватит, тут никого нет. Надо проверить, куда Кантау его забрали. Фразы вообще не связаны с реальностью никакие. То, что они говорят и то, что я делаю, это две разные вещи происходят. Я тут что-то не утону. Дружище. Как я мог тебя... Что? Ты меня на мотоцикле сбила, да? Ты меня на мотоцикле сбила. Блин, вообще суперски. Они оставили пару человек и поехали с Хельманом дальше. Разумно. Им же надо вызвать своих. Вряд ли они рискнут поехать через пустыню без прикрытия. Надеюсь, Мич связался с Альдекальдо. А то с этими помехами... За ним приедут, не волнуйся. Знаешь что? Что? Вот это и есть моя жизнь. Как ты оказалась в моей машине? Банам. Ты только что на мотоцикле ехала. Ты только что. Следы ведут на холл к старой бенцеталон. Скорее всего, Хельман, увезли туда. Просто посмотрите на этот бампер. Машина такая... То есть нормально. Она сбивает меня на мотоцикле. Потом телепортируется ко мне в машину. Потом сбивает меня на мотоцикле второй раз. Поведение НПС просто шикарнейшее. ДАРФНИЙШИЕ. Окей, я тебя прикрою. Я тебя... Я тебя не просил. Ну ладно. Че, Маньяк убийца? ИФ5? Да, можно ИФ5. Я просто не вижу другого смысла что-то еще делать. О, меня убили? Да, меня убили. Хорошо. Давай. Я вас понял. Хорошо. Давайте я постреляю немножко. Вообще без проблем. Бонь, бонь. Вы тут все поляшете, уйдемки. Ну, смотрите. Насколько бесполезно огнестрельное оружие. У цели корпоративные спады. Да. Но я аптечек себе много накрафтил. Мне нормально. Вы мне предлагаете тоже снайперской винтовкой попользоваться? Допустим, вместо пистолета, что ли? Снаряжение. Снайперка, 157. Ну да, у нее электрическая снайперская винтовка. Давайте попробуем. Ее начинает... Понимаешь, в чем прикол? Ты ее наводишь на что-то. Ее начинает трясти. То есть ее начинает трясти даже не тогда, когда ты стреляешь, а еще до выстрела. Вот это на самом деле не очень круто. Я могу как-то зазумить? Быструю атаку, перезарядить. Ну то есть да, я там по нему что-то попадаю, конечно. Но ему как смертному припарку просто. Блин, фишка снайперки, чтобы стрелять, точно. Она дергается как паралитик. То есть даже когда я прицеливаю с точного чувака, она берет и сбивает мне прицел. Что с тобой не так? Почему тебя вот так вот трясет всю? Почему тебя трясет? Как противные импланты у них. 609. Ну хоть кого-то пробил. Кто там еще стреляет? А, вон есть. Снорожный вид. Это просто хозяц. Она когда... У нее когда патрон заканчивается, она начинает вот так вот колбасить. Наконец-то. Где? А, вон там. А, оружие хуйбит, такая бесполезная. Да, она вносит урон, но... Вот такой урон. Вот я сейчас в него... Сколько из четырех попал? Только два. Почему? Очень скучно. Пэм. Это не перестрелка. Извините, пожалуйста, лажа. Все, мы договорились. Что стреляет, я не пойму. Что стреляет? Ты с кем вообще воюешь, парень? Я вообще сюда иду. Пеша, я даже не бегу. Что происходит? Say hello to my little friend, блин. Что со мной? А, там вот этот пулемет надо убить. Точно, точно, точно. Он мне мешал, как я помню. Пулемет разбирается кухонным ножом. Он мне сдохнул уже. Снайп? Гази его! Ладно. Вижу машины кочевник. Людей нет. Ага. Узнаю. Наш, плановый. А, у меня патроны закончились. Я вижу, вижу, вижу. Вот так можно было сделать это проще. Все, мы договорились. Я внутри. Поняла. Хельман должен быть тут. Надо облутать этих ребят, а то что-то я не стрелял. Не утонул никого. Все, конец тебе! Где, где, где? Чем ты это сказал? Иди сюда. Ладно. Значит, я к тебе еще вернусь. Так, тебя можно утонуть. Че с моей тенью? Почему я нож держу... Долбаный киберпсих! Двумя руками? Что это такое? Я киберпсих, да, ребят? А, хорошо. Я вас понял. Ладно. Я так понимаю, что... Зачем я это делаю? 1, C, 9, E. Надо посмотреть, если есть... Ага, как его? Пулевая снайперка? И лучше ли она, чем... Электрическая. А во-вторых, нужно... Все, конец тебе! Да, да, чувак. Ты где? Ну, че вы как угрожаете, угрожаете... Не выходит никто. Так. Я думал, не прогрузившись и текстул. Да нет, все нормально. Сдолбанный киберпсих! Так, этому чуваку я зайти не могу. Это, видимо, моя цель, кстати. Вот есть... Я что-то могу подобрать, но подобрать я это не могу. Да, чувак, нет. Все, успокойся. Игра не предусмотрела, чтобы ты с оружием мог ответить чуваку с ножом. Так что... Видишь, я сам с оружием не хожу. Мог бы сделать выводы. Клинки прокачаны, да-да-да. О, там еще кто-то есть? А, камера. До свидания. Никола! Ого! И скажите, пожалуйста, чем мне вот в этом вот рейде сейчас помогла Пэм? То есть, да, вот было обсуждение, что, мол... Пэм, это практически женская копия Ви, что она такая же, как он и всякое такое. С одной стороны, да, с другой стороны, ну и нафига мне, как бы, еще один такой же раздолбай, как я сам. Вот, а во-вторых, ну, реально, она мне вообще ни капельки не помогла. Она там что-то там делала, что-то возмущалась, но, по сути, я их всех сам перебил. Что-то из снайперки, что-то из ножа зарезал. Пришел сюда, то есть, ее проблемы решил я, свои проблемы решил я. Зачем она мне сдалась, как помощница? Вот что мне интересно. Так, ладно. Новая серия охранных ботов Королли, или Королли, ладно. Устали от ненадежных охранников, ваша сигнализация отказала в самый неподходящий момент. Безмозглые животные опять по ошибке избили вашего садовника до полусмерти. Вам помогут охранные боты от компании Королли на базе технологии Холис. Холис, ладно. Охранные боты Королли – идеальное решение для тех, кто соблюдает наше пользовательское соглашение и руководство по безопасности при покупке товара Королли. Вы автоматически подтверждаете свое согласие с правовыми положениями согласно договору о купле-продаже. Бессрочная ограниченная гарантия. Мне это нравится. Заперто. Так. Взлом протокола. Нет, это просто отвлечение было, да? С такой системой боевки, кстати, раз уж на то пошло, я абсолютно не вижу никакого смысла в стелсе. Во-первых, он здесь кривенький. Ну да, он у меня не прокачан, да, я согласен. Но, во-вторых, он здесь кривенький, как на мой взгляд. Вот. А во-вторых, ну, серьезно. Когда ты можешь с ножом выскочить на банду вооруженных корпоратов и убить их. Ну да, первый раз меня убили, потому что там были пулеметы и снайперы. Окей. Ну, блин, не знаю. У меня очень сейчас... По боевке у меня очень спорные сейчас ощущения. Я могу этот нож еще качнуть, он вообще будет им бой. Это просто кухонный нож, черт побери. Но известно, что ОВИ выбрасывают в воздух множество вредных веществ, такие как алюминий, доксид углерода, оксид серы и серная кислота. В ходе исследований тоже было выявлено присутствие отмерших эритроцитов и кишечной палочки, а также хлорида, натрия, поваренные соли. Не нужно быть ученым, чтобы догадаться, насколько эти вещества вредны для организма. Мы обнаружили, что сернистые соединения приводят к образованию раковых опухолей и заболеваниям сердца, а также ослабляют и даже разрушают иммунитет. Также они могут спровоцировать опасную зубную гидроплазию и острый менингит. Так-то оно, конечно... Вот так. Но, ребят, в обществе, в котором... Ну, как нам утверждают, что уже 50 лет, что это было. Кто тебя послал? Эй, спокойно. Нам надо поговорить. Кто тебя послал? Юринобу Арасака? Ты меня увезешь или... Загнали в угол и начал ныть. Только в этот раз ему никто не поможет. Заткни его уже. Тебе не нравится? Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Да это понятно. Этот ловчила не знает, кого ему больше бояться. Тебя или Арасаки. Ну, допустим. Оглушить. Ну, ладно. Ничего лишь. Ты вроде собирался позвонить Такой Мори, когда найдешь Химона. А ты кто такой? Да, точно. Сейчас позвоню. А вот этот чел мне нужен или нет? Зачем он нужен? Здесь. Просто мне его опасаться или нет? Я бы, честно говоря, его тоже убил бы. Мне тут лишние люди, в принципе, не нужны. Че тут за дверка? Дверь. Спасибо. Кэп. Ох, а как звонить-то я сейчас... А, кстати, да, я же уровень выхватил. Доступство способностей и характеристики. Это пока не буду прокачивать. В прошлый раз я качнул, мне пока нормально было. Теперь. Журнал... 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 Сообщение. Такимура. Нет. Погоди, Т. Точно, Т. Я могу... Потом поговорим. Мне пора, потом поговорим. Без проблем. Такой берешь, звонишь чуваку. Алло. Мне пора, потом поговорим. Это я тупо дул, да, знаю, просто смешно получилось. Так, и Мура. Ну-ка. Не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Тебе, постарайся на этом что-то. В смысле, че там показалось. Мура спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это да. Это все бизнес, ничего больше. Он тебе неприятен. И это да. Я согласен. Такимура, хорошие новости. Хельман у меня. Живой. Что он сказал? Живой. Живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель Сансе. Хорошо. Я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Чувак. Я не хочу свидетелей. Скрытность. Лучше вывезти его туда, где тихо. Согласен. А, это есть. Ну так, че, а мы поехали или где? Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Да, он. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Ну я не хочу на байк. Сиди смирно. А вот кавалерия меч вызвал кое-какого из Альдекальда. Все чисто. Да вы все бесполезны, и никого не было. Но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Честно. Лучше тебе не знать. Ну, в другой раз. Да-да-да, давай, валяй тебя. Здесь мы закончили. Все чисто. Вы закончили? Слышал, ты спас Митчи. Он и Панам. Они обо мне помогли. Да, вы закончили. Он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Во-во-во. Я пыталась его удержать. Круто. Отворачивайся. Делай ведь, что меня нет. Поподобно всегда хорошо получалось. Они мне не помогли, и она виновата. Так что я ничего не скажу. Ну, давайте по факту. Просто охренеть. Что тут делайте реально? Раз тебе видеть, конечно, но... Зачем вы нас дали? Это все, Сол. Он приехал вместе с нашими. Мы убрали тела. Я рассказал ему, что и как. Он сказал ехать за вами. Волновался, что с вами что-то случится. С тобой и из Панам. Сол? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Правильно. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Ну, блин, что тебе принесли те дни, которые ты провела сама? Ты ж ничего не добилась. Иди уже. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и трапы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? До встречи, все. До свидания. Ну что, до новых встреч. Надеюсь, что они никогда не случатся. Валим! Пока. Байк Скорпиона остается тебе. Осторожнее с ним. Я этим говном не буду пользоваться. У меня машина есть. А я байки ненавижу. В принципе, терпеть не могу. Не знаю. Не считаю их правильным транспортным средством, поэтому... Мотель Санцет пустоши. F5. Наконец-то. Ну, то есть, по сути, мне дали помощницу. Давайте на секундочку просто. Вот помощница, которая сделала что? Нам пришлось решать ее проблемы. Нам пришлось переживать за ее банду. Нам пришлось самим отбивать вот этого перца на бензозаправке. Потому что она не пошевелила и пальцем. Она стояла за нами и орала. У-ху! Здорово! Вот. Ну, то есть, знаете, помните, был такой фильм со Шварценеггером «Команда», когда он идет и в одиночку валит целый остров всяких там вот этих чуваков. А потом, когда он один всех убил, приезжает армия, и генерал такой спрашивает «Нам что-то осталось?» И он такой, команда такой говорит «Трупы поубирайте». Вот практически то, что здесь случилось. Так что... Не хочу я в зеркало смотреться. Чего я там не видел. Хорошо. И в пять. Хотя только что нажимал. Ну ладно. Эй! Эй! Торгуемся, да? Начнем с того, что это не предложение, чувак. Ты сделаешь кое-что для меня. Ты меня не понял. Это не предложение. Тогда чего ты хочешь? Вот, твоя железка пытается меня убить. Твоя железка пытается меня убить. В рекламе, по-моему, об этом не говорили. Если у тебя какие-то претензии, рассказывай подробнее. У меня в голове конструкт Джонни Сильверхэнда. Его нужно оттуда убрать. Как Сильверхэнда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Долгорода. Да я не буду тебе отвечать. Вообще, я тебе не должен ничего. Фактически. Ты желаешь узнать что-нибудь еще разсвоем? Система. Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Чем она отличается? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип, а не энграмма Сильверхэнда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они искались поштучно и стоили до хера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки, проект был еще на этапе тестов. То есть ты без понятия. Как это должно было работать. Вот тут интересно. Как по плану должна работать эта новая версия? Вы хотели, чтобы энграммы выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть? Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными. То есть мертвыми? Угу. Да. Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно. Кто бы мог позволить? Но я думаю, что, допустим, живет какой-то богатей. Ты желаешь узнать что-нибудь еще о своем состоянии? Умирает. И хочет переселиться в какое-то более молодое тело. Ну ладно, послушаем. И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто. Эта модель должна была остаться в лаборатории. Прототип делали по приказу Сабура Арасаки. Для него же. Конечно, с самого начала курировал весь проект. Если бы не Юринобу, никто бы о нем и не узнал. Он его делал для себя. Проект бы не завершился успехом. Это настоящий прорыв. Сильверхенд был просто тестом. Юринобу делал проект для себя. Так, а если он делал проект... Если он его делал для себя, то где гарантия, что чип только один? Возможно, чипа реально два. И когда Арасаки убили в самом начале, возможно, это специальный был ход. То есть... Минуточку, минуточку. Давайте на секунду подумаем. Любой фильм, любая история, в которой присутствует бессмертие... Ну что такое? Скажи что-нибудь. Любая история, в которой присутствует бессмертие, всегда где-то в начале убивает одного из важных персонажей для того, чтобы потом оживить его. Я думаю, что существует Engramos с биочипом, где Арасаки... В общем, блин, вот в чем прикол. Его убили, но я думаю, что существует Engramos с его биочипом, и мы его еще встретим в игре. Ладно, у меня теперь немножечко сложились карты в голове. Ну ладно, хорошо. Да, мне... Да-да-да-да, твачип работает. Ты желаешь узнать что-нибудь еще о своем состоянии? Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Эти не верю, чувак. Эй, мы едва знакомы. Ты еще не заслужил мое доверие. А как ты себе представлял нашу встречу? Чтобы тебе помочь, я должен тебя осмотреть. Ну и по сути, сейчас он берет замыкает нам мозги и валит отсюда в закат. Конец игры. Ладно. Невероятно. Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. Ха-ха-ха. Надо что-то поделать. О боже. Что? Что там? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно? Круто. Единственное, что я могу сделать... Еее, давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Погоди. Ты сказал, что проект был на стадии тестов. Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю. Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг. Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде. Любой ценой. А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться. То есть, Энграмма рано или поздно победит? Да. Ах, да. Ну да. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор. Но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может хватит. Нет. В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик. Террорист. Убийца. Ну, ебанутся. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Джонни, по крайней мере, не продался, как ты. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда... Хорошая же идея. Слышь? Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает. Знаешь что? Хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму, не как ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь. Если ты пойдешь со мной в Кантао. Пытаться недостаточно. Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь. Их надо спасти. Ебать мой лысый хуй. Он совсем, что ли? Сам же сказал, что ты прав. Забудь про Кантао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Давай. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Давай, давай. Данные у тебя? Нет, блядь, у тебя. Нахуй нам сдался без них? Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Где данные? Не огорчай. Давай. Все, перекачал. Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот техно-трем. Сапура Арусаки. Ну да. Арусака. Арусаки. Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Я заметил. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви. Я запомню это. Ты чё, зло памятное, что ли? У меня язык контактный. Что за... Блядь. Неужели Ви не дал тебя? Блядь. Как воды. Но возмутил тебя. Безчеловечный. Ты сразу хочешь слышать разницу. Я там тебе целые вёдра. Да, сядь ты, господи. Да, я дам тебе ведра воды. Это биочип. Но не третий же месяц беременности. Да, биочип. Ну, по сути, это ты, но это на самом деле не ты, это биочип. Готов? Да, ну, конечно, биочип, что же ещё? Терминальная стадия сильверхендоза. Судя по голосу, тебе что-то не нравится? Сука. У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам ещё дела делать. Бла-бла-бла. Ебать, Росаку. Бла-бла, блядь. Взрывать Микошу. Ты чё, правда превращаешься в меня? Да. Нет, отказаться, конечно. Не скажу, что я рад. Ты ёбаный манипулятор. Циник и эгоист. Ты открываешь рот только, чтобы кому-нибудь облить грязью. Но когда нужно, мы же нормально общаемся. Да ну так себе. Может, вора чуть больше мне доверять? Проблема в том, что для тебя цель оправдывает. Ну, как бы у него цель чуть-чуть посерьёзнее, чем у тебя, Ви. Потому что у него... Пойдём уже отсюда. Ладно. Это не проблема. Понимаешь, у него цель оправдывает средства. Ну, это не проблема. Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити. А теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты ещё вполне успеешь кем-то стать. Вот я ничего сейчас не сделаю. Чё будет? Может быть. А, просто вариант, который... Угу. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королём. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть. Ну, а в смысле, ясно. Слушай, зачем вообще Арасака построила Микоши? Был бы я в голове Сабура Арасаки, а не в твоей. Ха-ха. Подкупай людей, промываем мозги, но только в Микоши ты можешь заглянуть им в душу, проанализировать её и перепрограммировать. Они собрали там неплохую коллекцию. Все как один талантливые раннеры с убитыми душами. Наверное, их как-то используют, как-то контролируют. Власть над сердцами и душами. Вот зачем всё это. Как обычно. Корпорации всегда стремились управлять людьми. Амбиции Сабура ещё больше. Он хочет управлять человечеством. Но насчёт, почему он ненавидит Микоши, это совсем не потому, что они управляют человеком. Вот и всё, что он сейчас сказал. Я думаю, он просто... Ну ты как? Готов? Я думаю, что просто хотел отомстить за свою деваху, то, что мы видели пару серий назад. Да, теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Её не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? У тебя отбирают право на смерть. Но ведь больных держат на искусственном дыхании. И ничего. Это не самое худшее. Да, наверное. Хуже всего, что они могут изменить твою личность, а ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим. Корпорации уже забрали у нас весь мир. А теперь тянут лапой к нам. Ладно. Кстати, мне ещё стало интересно. Он, когда переваливается на стуле, опирается на стол, происходит скрип. Стул скрипит, стол скрипит под его руками. Я слышу, как он черкает своей рукой по столу. Этого же нет на самом деле. То есть эти звуки, сопровождающие его движение, тоже внушает нам мозг? Ведь, по сути, его же не существует и стул не скрипит. И стола он тоже не касается. Ну ладно. Идём. Пойдём. У нас много дел. Идём. Буррито 2XL, блин! Я не могу купить буррито. Ага, пупсик, так бы и глядел. Но я занят. Ну так купи чё-нибудь, я тоже куплю. Дай тебе буррито куплю. О, можно? Можно. О, отлично. И буррито чё-то же могу купить. Ну, хоть что-то хорошее. Ладно. Так, что у нас по... Я позабывал все эти быстрые клавиши. Журнал. Да, у нас осталось только главное задание встретиться с таким урой. Чем мы можем ещё заняться? Красный пророк. Это что? Интересный мужик этот Светенбург. Чтобы писать такую хрень, нужно соображать. Человечество есть не то, что... Ничто иное, как финальная пирамида скрыто. Зайти на сайт, указанный в сообщении общества Бартмоса. Взрывной характер. Позвонить Азобу. Добраться до квартиры Джуди. А, ни одно доброе дело не остаётся. Да, 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 это девушка, которую мы спасли, теперь мы почему-то должны на неё ещё горбатиться. спасибо. Секретный материал найти модуль памяти Сандры или это... А, нет, стоп, а это другое, значит, это... Вон, секретный материал, это... Так, хорошо. Мне стоит без наказания, потянешь кому-то руку, её обязательно укусят, поможешь в беде, выжмут из тебя всё, что можно, а потом кинут, спасёшь кому-то жизнь, угадаешь, что за это сделают. Давайте посмотрим, это выглядит... Я не сказал бы, что это интересное, но просто это какая-то побочка, которая не драка и которая... Не-не-не-не-не, блин, вот это вот давайте. Никаких мотоциклов, блин, у меня в гараже уже два чёртовых мотоцикла. камера, ты не хочешь следить случайно за машиной, не? по нам... по нам... я не... Здравствуй, мы не знакомы, я Элизабет. Мы с мужем хотели бы предложить тебе разобраться в одном деликатном вопросе. Ты это сможешь? Почему я? Почему именно я? Есть какая-то причина? мне тебя порекомендовать. И кто же? Я бы не хотела говорить по телефону. Мы можем встретиться и обсудить подробности. Это я даже не знаю. Да, давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. Кто ты такая? Зачем мне нужно с тобой встречаться? То есть, на самом деле, у этой игры огромнейшая проблема с мотивацией. Нам только что сообщают, что мы сдохнем, по-любому. Они такие, ну да, давай заодно тогда сделаешь несколько побочек, а? Нормально. То есть, это такой эмоциональный момент для игрока, когда тебе говорят, что ты все равно, скорее всего, не спасешься, шансов у тебя нету. И все. И тут такие, слушай, реши несколько проблем для абсолютно левых для тебя людей. Почему? Ну, зачем? Я не спорю, может быть, здесь интересные побочки. Ну, пока что я не особо много видел, потому что у меня... Слушай, Ви, там копы получили вызов на киберпсиха и вроде бы даже выслали патруль. Вот, вот это вот, зачем мне это делать? несколько часов нет связи. Так что, либо копы свалили, либо... Можешь проверить, что там случилось? Буду очень благодарна. Я посмотрю сейчас этих пару побочек каких-нибудь, что это будет. Квартира Джуди, ну... Я в ванной. О, боже. Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил её из-за... Закрой рот. Я... Я ушла буквально на час. А, она убилась? Как это случилось? Это наша... Я только сейчас понял. Я не знаю. Это наша бывшая вот эта вот, с которой мы до этого бегаем. я уезжала в кровать, как обычно. А когда я вернулась... Бля. Я же не знала. Я... Ммм... С ней надо что-то делать. Да, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. Перенесёшь её на кровать? Да, я же запачкаюсь. многое изменит. Мне кажется, лучше её оставить, пока не приедет полиция. Улики, все дела. Просто не хочу, чтобы она так жалко выглядела. Так, офиг на неё. Но я не хочу поднимать... Ну... Плен, отпустите меня из этого выбора. Я не хочу... Ай, чёрт. Игра. Зачем так глупо-то? Я не хочу этот выбор делать. Мне, по сути, и на эту Эвелин, и на эту Джуди было далеко накласть. То есть, если я к ним сейчас приехал, я трачу сейчас на это своё время. Зачем? Нордсайд, Джексон-стрит. Нет. Опасности нет. Это самоубийство. Аксан! Нет! Сегодня! Она умерла! Вы не понимаете? Нет! Траума Тим не констатировала её смерть. Если бы у неё была страховка, я бы вам не звонила. Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чёртовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей! Мне похуй, что вы там про меня напишите. Джуди зовут вот это. В общем, есть Джуди, есть Панэм. Скоро приедут. Не та, не та, мне не нравится. Просто как констатация факта. Предложили подержать её во льду до завтра. Представляешь, уровень наглости? Вот, в полиции не хватает людей вообще-то. Они просто спаунят всех подряд тебе за спину, поэтому у них в участке не хватает людей. У них не хватает людей. Они не успевают. Ещё бы. Кто захочет жить на подачке корпоратов в этой помойке? Регуляторы боли и уровень смертности. Ребятки, не знаю. Можете вон читануть на паузе. Пожалуйста. Кому интересно. Хоть одеть её. А то она выглядит не как человека, а как тело. Потому что она тело. Понимаешь? Подожди снаружи, ладно? И закрой дверь. Пожалуйста. Та и тишь ты! Бесячая дура. Вот зачем я там сейчас был нужен? Серьёзно. Она позвонила в полицию. Она дождалась полиции. Есть сигареты. Разве ты куришь? Давно уже бросил. Просто мне сейчас нужно что-то кроме воздуха. Дай закурить. Не дам. Прости, не дам. Сука. Если ты опять подседешь, меня совесть замучает. Вей, просто дай мне сигарету. Не дам. У меня нету. Прости, у меня нет. Не пизди, я же знаю, что есть. Откуда? Блять, ты издеваешься? Ну я не хочу давать ей сигарету. Почему нету этого варианта? Тупо допишите вариант не дать блин сигарету с Джонни такой вариант прокатывает закурить, не закурить. Почему здесь этого нету? Да ничего, на, подавися. Да ёпарас это. Ну зачем такой, блин, выбор без выбора? Это был ёпартигар. Отдать, забирай. могу отдать. Нет, раз он тебе нравится, оставь. Зачем мне портсигар, я не курю. Я даже рада, что он оказался у тебя. Чем ты зажигать собралась? Искрами, аааа, волосы-волосы подпали волосы, ой, черт лата. Черт его. Это я виноват. Я думала, если оставить её в покое и дать время, она станет на ноги. Да, блин, все три варианта одинаковые. Ладно, держись, Джуди, не рви ты себе душу. Давай я пойду и займусь чем-нибудь, хорошо? Я трачу на тебя своё время вообще зря. Я больше ни о чём не могу думать. Только об этом. Технически с ней всё было нормально. Кукольный чип работал. Значит, была какая-то ещё психологическая травма. Я ещё покопалась в её виртах и нашла Дубмана. Он держал её у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он её продал. В смысле, не знал. Чувак заправлял клубом, борделем, по сути. В смысле, такой... Ай. То есть, он не просто хитрожопая мразь, а ещё и моральный урод. Выглядел нормальным. В смысле, выглядел нормальным? Чувак на тебя набросился. Я тоже не думала, что он настолько отмороженный. Такие наивные, блин. И с этим пора что-то делать. С чем Дубман с домом же, например? Пока не знаю. Позвоню с Юзи. Спасибо, Вей. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Так, надо запомнить имя. Всё, давай, до свидания. Если что случится, я всегда на свидание. Сюда я больше не приезжаю. Как мне сюда выйти? Ай. коленкой ударился, что ли? Вы это слышали? Там что-то большое и тяжелое ходило. Блин, мне интересно, что там ходит. На звук что-то огромное. Прикол. Новое задание Тортон Колби. Так. Вот, Джей, это задание. Хорошо. Стражи беспорядка. То есть, тут, если работа начинается как классический интегритет, тебе звонит не знаю, позвонить Озобу. Секретный материал и вот это вот тоже такая штука. То есть, мы ей помогли, она такая, теперь еще и найдите для меня чип, только не смотри в него ни в коем случае. Если я когда-нибудь буду делать это задание, то я обязательно посмотрю чип. Королева Автострады это гонки, это фигня, Цельси Плета стрельба, это фигня, найти Таро это фигня, реинтеграции, все эти реинтеграции, 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 это поиски Деламейна. Да, все реинтеграции это поиски Деламейна, реинтеграции в связи с Деламейном и вот это. два товарища. Поговорить, попробуй поговорить с Барри. Да, это мой сосед, это миссия, которую я взял, не знаю зачем, но ладно. Крови-кость, 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 это драка, это тоже все фигня. Анатомия убийства, найти и обезвредить киберпсихопатов смысла в этом не вижу. Крови-кость, крови-кость, ну и покупка тачек. То есть, все, что крови-кость, все, что реинтеграция и, ну вот, вся вот эта вот часть заданий, это абсолютный шашлак. Это делать, ну, блин, насчет Деламейна, ну, это просто активности в так называемом открытом мире, чтобы было чем занять игрока. Это не задание, ребятушки. Так, вот, что у нас из реально заданий. Есть стражи беспорядка, встретиться с Элизабет. Красный пророк, зайти на сайт, есть взрывной характер. Не знаю почему, но у меня сразу цирковая музыка в голове играть начинает. Может, чувак был акробатом, так. Вот это вот, я не помню, что это, я не знаю. Не, не звони ему. Это, и мне сказали, у тебя дело. Верно сказали. Я же не бросил звонок. Зачем? Понял. А для чего? Да так, по городу погадаться. Уладить кое-какие вопросы, навестить приятелей. Все как у всех. Короче, я человек прямой, так что давай сразу к делу. Круче тебя в городе никого нет. Вот это заявление. Я люблю работать с самыми лучшими и готов за это платить. Подробности вдаваться не буду. Если твоя репутация не пустой звук, ты легко сориентируешься на месте. Ну так что, справишься? Или все, что про тебя рассказывают, вранье? Вранье. Говоришь, наслышан обо мне? А я вот про тебя слышу впервые. Ты работа вызывает вопросы. Ну-ну. В общем, звони, если передумаешь. Давай, до свидания. Так. Значит, взрывной характер. Секретные материалы. У нас есть раз, два, три, четыре. Четыре побочки. На которые, типа, можно бы сходить, которые, возможно, будут немножечко интересны. Все, что ниже, это абсолютнейший ненужный шлак. Из того, что может представлять интерес, есть, вот, Стражи Беспорядка, Красный Порок. Есть взрывной характер и секретные материалы. Насчет секретных материалов я более-менее понимаю, что от меня хотят. Насчет вот этих... Ну, насчет чувака взрывной характера я тоже понял, что ему нужно водила. Возможно, мы будем что-то проворачивать. Красный Пророк. Во-первых, мне немножечко настораживает очень высокий уровень угрозы. Учитывая, как здесь криво сделана боевка, я не уверен, что я хочу в это вмешиваться. Стражи Беспорядка. Ну, вот это может быть что-то интересное. Возможно, мы тогда с этого и начнем нашу следующую серию. Давайте я в пяточку. На этом пока серию закончим, пишите, что вы думаете насчет сторонних квестов. Да не надо, успокойся. Ну, все, 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 полегчало, нормально. Слушай, мне тоже плохо, давайте мне... Торопишься, что ли? Ну что? Да, поговорили. Все, F5. То есть, вы видите, с ним творится такая фигня, и вот в таком состоянии нам предлагают пойти поучаствуй в гоночках, пойти погоняйся за преступниками. Ну, вот просто идеальнейшая игра. Спасибо. Ладно, у нас есть более-менее 4 побочки, на которые можно рискнуть сходить. Я, правда, не уверен, что я в них заинтересован. Пишите в комментах, что вы думаете насчет побочек, куда следует заглянуть, а что будет пустой тратой времени. Потому что по основным заданиям у нас было 3, все это свелось к одному последнему, ну, основному заданию. Я думаю, что это будет у нас финальная линия на прохождение. Поэтому, если заниматься какими-то побочками, то, наверное, сейчас. Если, ну, то есть, вот сейчас тот момент, когда я могу чуть-чуть походить и сделать что-то, что не относится к сюжету. Потому что, мне кажется, когда я займусь основной линией, то, возможно, на этом игра... Ну, она не так быстро, конечно, закончится. Это не последнее задание. Но там будет вот это вот... Сколько у меня было, вот пока я вытаскивал этого придурка, пока я помогал... Эвелин... Сколько времени у меня ушло? Серии по 3, по 4 на каждую, да? То есть, я думаю, что центральная линия тоже займет... Ну, серии 5, допустим. Вакака? Серьезно? Ви, привет, солнце. У меня для тебя есть роскошный заказ. Как говорят на улицах, если Вака дает роскошный заказ, то это говно в обертке от конфеты. Это деликатная история. Ну что за работа? А есть подробности? Подробности есть? Спасибо, игра. Я оценил. Что это за... То есть, просто взяли, вырезали. Парень, точка, что за... Алло? У меня сейчас дел, так, дел полно. Валюси. У меня сейчас и так куча дел. Понимаю. Когда освободишься, не забудь мне позвонить. Я пока придержу заказ. Кроме тебя, с ним никто не справится. Что это за багулины сейчас? Уличное правосудие. Ладно. Все, ребят. Давайте, пишите в комментах, что вы думаете насчет побочек. Мы решим, чем заняться, какими побочками. Куда сходить, что стоит нашего внимания, что не стоит. И потом, наверное, потихонечку... Ну, побегаем или не побегаем по побочкам, судя по тому, как мы решим. И потом будем потихоньку приступать к окончанию... Ну, к финальной ветке центральных заданий. Ну, у меня просто ощущение, что она финальная. Может быть, на самом деле нет. Ну, просто пока все это строилось, у меня сложилось такое ощущение. Если я не прав, тоже пишите с удовольствием. Услышу вашу критику. Все, ребят. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи и добра. Бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok